Теперь Москва в непогодных сводках. Оранжевый уровень опасности от синоптиков. Это значит грозы с ливнем и сильный ветер. Ждут месячную норму осадков за два дня. Ростов-на-Дону, Москва. Нередовой рейс с особенными пассажирами. Спецбор доставил из Донбасса тяжело больных детей и беременную женщину для лечения в лучших клиниках столицы. Мишень террора. Уже 40 человек погибли от рук боевика на тунисском курорте. Еще столько же в больницах. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность. Мощный циклон с юга России пришел в центральную часть страны. Синоптики объявили предпоследний оранжевый уровень опасности в связи с усилением ветра, грозами и ливнями. Выходные в столице. Может выпасть почти месячная норма осадков. Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Оксана Коваленко подробнее. В Москве идет дождь. Местами очень сильный. Этот черноморский циклон добрался до столицы. Прибыл ночью под аккомпанемент громовых раскатов, чем разбудил многих горожан. Им, кстати, лучше запастись калошами и дождевиками. Погода замечательная. Мне такая очень нравится. Не жарко. Я с Дальнего Востока. Там всегда такая погода. Смотрите, а как вам погода? Нормально, отлично. Это закон подлости. Ты работаешь всю неделю, когда светит солнышко, а потом в выходные идет дождь. Уикенд получится рекордно мокрым, предупреждают синоптики. Метеорологические радары указывают на то, что в эти выходные в мегаполисе выпадет месячная норма осадков. Для июня, для Москвы составляет она 75 миллиметров. Но дожди у нас продолжаются. Будут идти весь день. Разные интенсивности будут то ослабевать, то снова становятся сильными. Не спастись от ливней на даче. Подмосковье тоже заливает. Особенно не повезло южным и восточным районам. Мощный удар стихии. Пришелся на Воскресенск, Раменск, Нарофоминск. Вместе с дождями дует ветер. Только в Москве коммунальщики готовятся к порывам до 20 метров в секунду. Я вообще-то люблю такую дождливую погоду. Это вот она импонирует моему состоянию. Ненастей несет с собой грозовой фронт с юга. Он уже затопил Краснодарский край, Северную Осетию, Карачаево-Черкесию. Теперь на очереди центральная часть страны. Дожди льют сразу в 10 российских регионах. Гидромедцентр объявил предпоследний оранжевый уровень опасности. Циклонический вихрь побил Градом, Ярославскую область, сбил с ног Курск. А че он не пахнет водичкой? Плыви давай! Плыви! Буйки! Под воду ушли Сочи, Воронеж, Липецк. Форда, форда спасают. А форда нельзя заводить. Ой, вообще молодец. МЧС, в свою очередь, предупреждает. Если в вашем городе еще сухо, то запомните, дожди идут к вам. А значит, машину стоит надежно спрятать в гараже или хотя бы подальше деревьев. Рекламные щиты и вообще любые шаткие конструкции обходить стороной. А лучше всего провести выходные дома. Ливни закончатся не раньше вторника. В Москву спецборд МЧС доставил еще 15 тяжелобольных детей из Донбасса, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Маленькие пациенты перенесли полет нормально. В пути их сопровождали врачи отряда Центра Спаса и Всероссийского центра медицины катастроф, а также психологи. Всего за последнее время на лечение в ведущие российские клиники из Донецкой и Луганской областей прибыло более ста детей. Гульнара Хабирова продолжит. Их транспортировка в российскую столицу – вопрос жизни и смерти. В эти минуты очередной борт МЧС с тяжелобольными детьми из Донбасса совершил посадку в аэропорту Домодедово. Теперь первостепенная задача – доставить маленьких пассажиров в медицинские клиники. Из Ростова-на-Дону в Москву они летели почти два часа. Всего на борту самолета 15 маленьких пассажиров с родителями. Это жители Луганской и Донецкой народных республик. И есть среди них и беременная женщина. В полете их сопровождали психологи, спасатели и известная доктор Лида. Пороки сердца, врожденные заболевания и ранения, полученные во время боевых действий. Самыми сложными случаями теперь будут заниматься московские медики. У Кристины из Олачаевской эпилепсии. Дойти до специального реанимобиля самостоятельно пока не получается. По словам мамы Людмилы, без помощи России им сейчас не обойтись. Нету специалистов, в связи с этим мы на расследовании лечения. Самолет Ил-76, совершивший десятки перелетов с больными детьми, своеобразный летающий госпиталь. На борту специальные медицинские модули и кардиомониторы, поддерживающие состояние пациентов. Благодаря таким технологиям полет маленькие пассажиры перенесли безболезненно. Дети во время полета чувствовали себя хорошо, ухудшения состояния ни у кого нет. Никаких сложностей никогда не бывает, потому что все отработано. Артему из Кировска 14 школьнику, несмотря на болезнь сердца, разрешили пройти в кабину пилота. Теперь этот полет запомнится ему надолго. Я просто в окна посмотрел и мне предложили зайти. Там так все красиво видно, хорошо. Очень красиво, сверха смотрит. Но очень страшно. В Домодедово пассажиров из Донбасса встретили несколько бригад экстренной медицинской помощи. И без промедления всех повезли в специализированные столичные клиники. Гульнара Хабирова, Владислав Подымский и Максим Мирошниченко, ТВ-центр. Число беженцев из Украины с начала конфликта в Донбассе достигло уже почти миллиона человек. Новую статистику опубликовали в ООН. В организации отметили, что большинство из них, почти 750 тысяч, находятся в России. Кроме того, граждане соседней страны направились в Белоруссию, а из европейских государств больше всего украинцев зарегистрировано в Германии, Польше и Италии. Возросло количество и внутренне перемещенных лиц. В ООН констатировали, число тех, кто покидает свои дома, увеличивается после каждого нового обострения конфликта. Сейчас обстановка в регионе по-прежнему напряженная. Обстрелы не прекращаются. Количество военнослужащих в зоне конфликта в Донбассе увеличено до рекордных 60 тысяч человек. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. В стране проходит уже шестая волна мобилизации. Правозащитники фиксируют многочисленные нарушения. Молодых людей призывного возраста без объяснения причин задерживают прямо на улицах, в метро, в кафе и привозят на сборные пункты. В Харькове военкомы незаконно забрали в армию студентов дневных отделений, несмотря на положенную отсрочку. Молодых людей увезли в военчасть прямо с медкомиссии. Родители воявленных призывников устроили митинг и заявили, что готовы пойти на штурм, если их детей не освободят. На беспредел военкомов уже отреагировал глава области. Он запретил вручать повестки на улицах и призвал сотрудников военкоматов действовать в рамках закона. Число жертв теракта на тунисском курорте Эль-Кантауи возросло до 40 человек. 39 раненых остается в больницах. Среди них одна россиянка. По данным МВД Туниса, нападение на отель Империал Махабы совершил один человек, 23-летний студент технического вуза. Он был уничтожен во время перестрелки с полицией. Ответственность за преступления на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство». Подробности у Сергея Псурцева. Кадры были сняты на мобильный телефон одним из очевидцев трагедии. Информация о том, что на пляж отеля Империал Махаба напали двое, не подтверждается. Террорист был один. Личность установлена. Это 23-летний Сейфудин Якуби. Под видом обычного туриста он проник на пляж отеля. Автомат прятал в чехле от пляжного зонта и неожиданно открыл огонь по отдыхающим. Люди в панике разбегались. Силы безопасности прибыли быстро. Террористы застрелили. На его теле был комплект взрывчатки. Привезти ее в действие он не успел, но взрыв прогремел у соседнего отеля. Когда я услышал выстрелы, я понял, что у нас проблемы. Я выскочил на улицу, но тут услышал взрыв. Я не знал, как быть. Может оставаться в номере или бежать отсюда. Потом я увидел парня с автоматом Калашникова. Он стрелял. И я бросился обратно в номер. Раненых оперативно доставили в больницы. Среди них одна гражданка России. Ее зовут Екатерина. Точных данных о ее состоянии нет. Медики оказали ей помощь. Екатерина приехала на курорт со своей матерью, Татьяной. Но ее до сих пор не могут найти. Среди погибших, опознанных родственниками, ее нет. Общее число жертв атак достигло 40 человек. Раненые остаются в больницах. Печально. Но что можно сделать для туристов, для тех, кто погиб, для их семей? Я-то ладно, я только получил пулю в ногу. Это не катастрофа. Но для тех, кто погиб, и для их родных, не знаю, что сказать. Наш турагент посоветовал побыстрее вернуться домой, в Бельгию. Он даже настаивал, как можно скорее подпинить страну. Честно говоря, мне самому страшно. Я видел эти видео и фотографии с места трагедии. Многие туристы, а в основном это бельгийцы, немцы и британцы, покидают Тунис, который раньше считался самым спокойным курортом всей Северной Африки. Власти страны усилили охрану всех туристических объектов. Мы хотим выразить благодарность медикам за их огромные усилия, силам безопасности, за быструю реакцию. Война с терроризмом продолжается и требует объединения всех сил. Ответственность за теракты взяла на себя группировка ИГИЛ. Она же признала свою причастность к пятничным атакам во Франции, Кубити и Сомали. Если не будет политического решения ливийского вопроса, где террористы крепко обосновались, то террор будет продолжаться. Международное сообщество должно разделить ответственность и исправить ситуацию в Ливии политическими, а не военными методами. Перед серией пятничных терактов предводители ИГИЛ призвали своих сторонников к джихаду против неверных в Рамадан. Священный праздник, который сейчас празднуют все мусульмане мира. Сергей Псурцев, Дмитрий Денежкин, ТВ-центр. Судьбу Греции смогут определить сами жители страны. Премьер-министр Алексис Ципрос предложил провести референдум, на котором предстоит решить, принимать или нет предложения международных кредиторов. Ведь реформы, которые они требуют провести, приведут к уменьшению пенсии, зарплат, росту налогов. Если парламент утвердит дату голосования, то она может состояться уже 5 июля. Подробнее Илья Андреев. Спасение утопающих в долгах Греции в руках жителей самой Греции. Телеобращение премьер-министра накануне стало полной неожиданностью и для Афины, и для Брюсселя, и для всей Европы. Я буду просить официально от лидеров Европейского Союза, чтобы программу помощи Греции продлили еще на несколько дней, чтобы греческий народ мог сделать свой выбор без давления и шантажа, как предписывает Конституция нашей страны и демократические традиции Европы. Словом, шантаж требований кредиторов в Греции называют уже давно, но премьер-министр его впервые употребил только накануне. Журналисты всю ночь осаждали дворец правительства. Сам Ципрос от дополнительных комментариев отказался. Министр экономики также проигнорировал репортеров. Впрочем, другие члены кабинета предсказуемо поддержали решение своего лидера. Мы остаемся в Европе и пытаемся достичь соглашения, которое даст перспективы нашей стране. Греки решат, предложения кредиторов не дают нам ничего. Они ведут нас прямо к катастрофе. Зато простые греки отреагировали на неожиданный поворот в переговорах с кредиторами. Уже традиционно выстроились в очереди у банкоматов. Европейских лидеров в Афинах не очень любят, но и своим, похоже, уже не доверяют. Я не знаю. Я столько всего слышал в последнее время, что просто не понимаю, что тут сказать. Все очень неопределенно. Мы не знаем, с чем столкнемся завтра. Главный камень преткновения в Брюсселе – пенсионная реформа. В Евросоюзе отказываются понимать, почему страна, долг которой опасно приблизился уже к 200% ВВП, хочет и дальше выплачивать пенсии под 1000 евро. Но для греческого правительства высокие социальные выплаты – принципиальный вопрос. Накануне левой партии снова собрали многотысячные митинги и требовали от правительства не поддаваться на шантаж Евросоюза. Правда, вряд ли кто-то всерьез ожидал, что правительство может поставить вопрос ребром. Или Европа, или суверенная Греция. Ципрос завел страну в полный тупик между неприемлемым соглашением и выходом из Европы. Это неприемлемое соглашение институтов-кредиторов мало отличается от того, что он сам предлагал несколько дней назад. Но сегодня Ципрос ведет к референдуму с вопросом по существу – да или нет Европе. И предлагает разрыв со всеми партнерами и выход из зоны евро. Чтобы заявленный референдум 5 июля все-таки состоялся, потребуется не только одобрение парламента. Программа помощи Греции закончится 30 июня, если Афины не найдутся в несколько миллиардов евро для погашения первых долговых обязательств. Ципрос уже обратился к ЕС с просьбой перенести эту дату на день после голосования. По сути, Греция предлагает провести референдум быть ли ей с Евросоюзом за счет Евросоюза. Илья Андреев, ТВ-Центр.